Дальше действовать будем мы Дальше действовать будем мы Добрый день, дорогие гости! Мы присутствуем, как всегда, в ресторане BBR в самом центре Лондона, в Сохо, а в гостях у... Леонида Шутова. У Леонида Шутова. Зовут, как зовут? Я хотел сказать, в гостях у самого доброго, самого доброго владельца ресторанов, потому что все рестораторы, когда ты приходишь, они с тебя пытаются деньги выжить, а Леонид, наоборот, всегда все дарит. Леонид Шутов, владелец ресторана BBR, One Upper James Street, Один Upper James Street, Сохо, приходите, лучший ресторан Лондона. Привет, Леонид. Спасибо. Леонид является предпринимателем и моим другом. Тем, кто скажет, что я пиарю друзей, я отвечу. Да, именно это я и делаю. Начинаем передачу «Бизнес-секреты» со мной. Леонид Шутов. Родился в Архангельске в 1967 году. До создания своего бизнеса прошел путь от ассистента-продюсера Метрополита Нопера в Нью-Йорке до директора по маркетингу компании BCL в Петербурге. В 1997 году основал рекламное агентство «Пропаганда». Через 10 лет продал свою долю в бизнесе британской WPP Group и ее фонар жительства в Лондон, где последние годы развивают ресторан Bobo Bricard в районе Сохо. А что, я не могу позволить себе друзей попиарить? Шампанские попить. Я всегда рады. Это джинса. Супер. Ну, кстати, Леня, ты проставил совсем, что ты уставил самые низкие цены на вино, да, в Лондоне? На хорошее. Да. До сих пор ты держишь? Расскажи вообще про эту стратегию. Как эта стратегия была, как она сработала? Я знаю, что у тебя там... Не, ну, стратегия... Главная задача была завоевать хорошего клиента. Для нового ресторатора на рынке, настолько конкурентном, как Лондон, естественно, ты выходишь, ты никто, ты не известен никому. Собрать хороших клиентов, на самом деле, это такая задача очень непростая. Соответственно, то, что мы сделали, предложили дорогие, хорошие, качественные, редкие, известные вина, по ценам, которых нет никого. Моржа настолько низкая, что вино не только в несколько раз зачастую дешевле, чем в других ресторанах, но очень часто дешевле, чем в рознице, и на сегодняшний день, по некоторым позициям, дешевле, чем опт, или там, когда ты покупаешь ящиками, либо когда ты покупаешь у брокер-фрилляндокционных, при том, что ты можешь купить одну бутылку. Такая тактика себя правдовала? Да. Ну, наверное, на сегодняшний день мы, наверное... Прежде всего, я подтверждаю про цены. Например, Иршизо 96-го года, Леня, сколько у тебя стоит? У меня стоит 463 фунтов. Чтобы вы понимали, это вино в Москве будет стоить где-то 3000 долларов минимум. DRC, да, оно здесь стоит, в ресторане Алан Дукас, 1600. Для сравнения, 463-1600. То есть это шок. Или там Гая хорошая у Лени стоит 69... Анджела Гая, 69 Камарканда, 69 паундов. То есть, но цены, которые шокировать даже могут в магазине, не то, что в ресторане. Да, так есть, но я говорю, что многие цены, они дешевле, чем в магазине. Ну, смысл-то был какой? Ну, не единовременная рекламная акция, да, или промоушен-акция какая-то. Потому что, на самом деле, на промоушен-акции хорошего клиента не заработают. Ты можешь себе заработать, скажем, собрать людей на один вечер или один обед заполнить. Но долгосрочных клиентов не заработать. Задача была создать новую бизнес-модель. Сколько? И в ресторане? Ну, ресторан большой, мест 135 мест в ресторане, плюс 80 мест в баре. 80 посадочных мест. Мы у нас... То есть, не предусмотрено мест для стояния. В баре все обслуживание полностью официанты. Каждый сидит за своим столиком. И задача была создать новую бизнес-модель. И выйти на объемы, которые бы позволяли держать эту цену всегда. Потому что, на самом-то деле, ресторан, ну, как бы, любой бизнес, он опирается на модель, которая делает его рентабельным. Подавать по таким ценам... Модель, так понимаю, прославиться было за счет этих низких цен, чтобы люди пришли. С одной стороны, прославиться, но когда к тебе люди пришли ради того, что у тебя отличные цены... Но вы не забывайте, да, одну вещь, когда люди говорят, там, низкие цены или, там, дискаунт. Это все равно вещи, которые стоят 500 фунтов за бутылку. Это большие деньги. Человек, который тратит 500 фунтов на бутылку, он не будет пить это вино в ресторане, который не тянет на этот уровень. Он просто его вообще не будет там пить. Поэтому он все равно, как бы, уровень ресторана должен быть. Во-вторых, когда ты, если ты собираешься сделать себе имя на вине, и потом поменять концепцию целиком, сказать, «Ребята, вы знаете, вот у нас эта промоушен-акция была, сегодня она закончилась, и с завтрашнего дня все цены такие же, как у всех». Ну, это невозможно. Соответственно, у нас задача была заставить эту модель работать, да, в то время как ни один другой ресторан с этим не справился. Даже розница должна продавать дороже, чтобы окупать его. Какое самое популярное блюдо сейчас у тебя? Самое популярное блюдо на сегодняшний день, наверное, это биф Уэлингтон. Это вырезка филе говядины в паштете из фуа-гра, в тесте, запеченной. Я думаю, тебе понравится, на самом деле. 34 фунта на человека, но это вырезка на двоих, она запекается, потому что иначе маленькую порцию нельзя. То есть, в Москве бы это стоило 64 фунта? Ну, она и здесь бы, я думаю, стоила так же. Что, Дёша, как ты зарабатываешься тогда, скажи? Нет, ну, посмотрите. Что у тебя за Макдональдс? Нет, 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 это не Макдональдс. Модель очень простая. То есть, типичный ресторан работает каким образом? Наценка процентная, одинаковая на продукты при любой цене. То есть, что это значит? Если вы продаете бутылку вина, скажем, у вас самое дешевое вино, 20 долларов. 75% этой суммы, ну, там, за исключением НДС, да, это должна быть грязная мажа ресторана, чтобы он мог позволить себе заплатить зарплаты, налоги, процент прибыли, электричество, воду, коммунальные услуги, там, содержание интерьера, все эти вещи. И, как правило, рестораны выдерживают такую же вожу по всем позициям. Ну, посмотри тогда, ты продаешь, вот у тебя сидит один столик, и они заказали бутылку вина за 20 фунтов, и вы им ее подали при маже, при том, что вы зарабатываете с этой бутылки 11 фунтов, да, там, после НДС. Хорошо, значит, вы готовы их обслуживать, окупаетесь, получив 11 фунтов грязной прибыли. Соседний столик сидит и заказывает бутылку за 1000 фунтов. И что вы с ней хотите взять? 750. То есть вы говорите, что вот, чтобы этот столик окупился, у вас должно быть 750 фунтов грязной прибыли, прежде чем иначе. На самом деле, подать бутылку то же самое, ничем дорогую, ничем не труднее, чем дешевую. Что вам? Ее открыть, держать при правильной температуре, хранить правильное, поставить на стол, все, что для этого требуется. Вместо того, чтобы зарабатывать 750 фунтов с этого, я зарабатываю 50. То есть я не пытаюсь заработать там сказочнее. Процентная маржа, она очень низкая, но при этом, если в обычном ресторане дорогие бутылки покупают крайне редко, у меня позиции по вину такие, что я продаю вина дорогого больше, чем лондонская розница. И при этом каждым я имею, то есть я всегда говорю в открытую, у меня самая высокая маржа на дорогих бутылках, 50 фунтов. Но если я в основном продаю дорогое вино, то я зарабатываю с каждого стола намного больше, чем другой ресторан усредненный. Понимаешь, да? Леня, вопрос такой. Когда ты собираешься окупить все вложения, которые ты сделал в ресторан? Ну, ты знаешь, не скоро. На начале вложений сколько ты вложил в ресторан? Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым, не забывай. Слово-секреты ключевое. Смотря как считать, на самом деле сам ресторан обошелся в 4,5 миллиона изначально. Фунтов? Вложений, да. Вот, уже посчитали. При том, чтобы даже до сегодняшнего дня и стать успешным, А, то есть ты терял деньги? Он обошелся в 9,5 миллионов. 9,5? Олег, ну... Я на 7, помню, остановился. Ну да, да, да. Ну а как? Ну нет, смотри, ну смотри, давайте мы сначала начнем, да? Ресторан открылся 2 года назад. Это было через 3 недели после пика кризиса, да? И кредитного. Открываясь в новой стране, если приходит русский предприниматель... Мы тебя понимаем, мы банк открыли, да? Ну конечно, конечно, Олег, ну смотри, просто если бы мы открывались не в кризис, но это предприниматель российский, не ресторатор, без репутации, при этом делает ресторан, который претендует на то, чтобы быть там в 20-ке лучших ресторанов Лондона, да, заявка. На любом, при любом состоянии рынка, это задача, с которой, во-первых, мало кто справится, и она стоит огромных денег, да, для того, чтобы заработать всю эту репутацию. Теперь прибавь к этому то, что мы открылись. Когда все рухнуло, мы открылись с очень негативной прессой. В основном, знаешь, почему эта пресса была негативной? По очень простой причине, она... Потому что это русский? Нет, нет, да на самом деле все было намного тривиальней, там было очень просто. А все на самом деле страдают, все боятся потерять работу, у всех финансовый кризис, а мы открываем ресторан с дорогим интерьером, дорогим меню, но мы его планировали два года, у нас стройка шла два года до этого. Ты же, как бы, мы все там, как бы любой человек, занимающийся бизнесом, понимает, да, что ты уже в последние две недели ничего изменить не можешь, а интерьер, какой он есть, его даже не выдрать, а надо открываться и надо работать. А вы, пожалуйста, вот так... Мы открылись, конечно, это был просто момент эмоционально неправильный, да, то есть это выглядело вызовом. Никто же не задумывается, читая газету о том, что мы потратили деньги, да, и запланировали все, и проплатили стройку два года до кризиса, и когда все было радужно. Но с другой стороны, такие вещи, например, во время Великой депрессии они работали, помнишь, там, такие, там, в таких гульбище... Да, работали. Но, опять же, не забывай, что они работали у тех, кто уже был этим известен, кто уже были понятные, известные игроки, у которых была своя репутация. А здесь выходит новый предприниматель, делает вещь, которая на самом деле не вписывается во времена, да, то есть, ну, она как бы не вписывается, время такое, время ремни потуже затягивать, а тут открывается все в золоте, в бархате, да, и дорогие вина, и... Сейчас по выручке, представьте, занимает какое место в Лондоне? По выручке очень трудно судить, на самом деле... Ну, в общем, это градацию, расскажи, где-то есть на карте ресторанов Лондона. Ну, на карте ресторанов, опять же, есть пресса, скажем, более... Есть более консервативная пресса, такая, как, например, гиды ресторанные. Они сами по себе консервативные, они издаются крайне редко, поэтому информация обновляется редко. Рейтинги у нас в некоторых из них очень низкие, в некоторых средние. Ну, это, опять же, вопрос, там, запоздания, там, задержки информации. Был опрос в декабре, вот, минувшего года, буквально там месяц назад, посетителей, ну, совсем недавно, опрос посетителей и посетителей ресторанов. Мы попали в десятку лучших ресторанов Лондона и Англии по опросам публики, которые ходят в рестораны. Ну, показатель. Второй показатель, то, что январь, февраль, наши обороты выше, чем в декабре. Декабрь, любой ресторатор английский тебе скажет, что декабрь самый большой месяц года, который рядом не стоял. И третье показатель, что я сегодня на ужин у тебя хочу привезти своих друзей, и ты мне столик не даешь, потому что мест нет. Это третий показатель. Нет, 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 ты же знаешь, то есть будет всегда столик, но нету мест. Нет. Понял. Ну, давай тогда счет назад отмотаем. А вообще, почему Лондон как-то сюда почутился, и что за такое вот? Потому что все же Лондон как-то бегло иммиграция, а ты сам ездил, да? Ну, давай. Ну, то есть, нет, я въездной, да, то есть у меня пути назад не закрыты. Почему Лондон и почему здесь? Ну, всегда хотелось попробовать себя на Западе. Ну, ты же знаешь, я предприниматель, я не инвестор как таковой, да, я всегда работаю в своих компаниях. Ну, ты тоже в этом плане человек исключительный, то есть ты всегда имел должности, роли, функции. В компаниях, которые ты инвестировал, да, и финансировал. И таких, на самом деле, людей мало. И у меня то же самое, мне нравятся вещи своими руками делать. Плюс хотелось сделать что-то серьезного уровня, такого, чтобы... Доказать себе, что я на Западе не могу, что себе или людям? Ты знаешь, себе, на самом деле, одной людям, ну, кому мне доказывать? Я же, я, я фигура не публичная, да, поэтому мне там доказывать другим смысла большого нет. Нет, себе просто приятно, хотелось для самовыражения, самоудовлетворения. Поэтому на Западе себя попробовать всегда хотелось. Плюс... Потому что ты понимаешь, за эти деньги ты бы в Москве построил три ресторана и отбил бы их уже, скорее всего, правда? Понятно, понятно, да. Ну, это, ну... Хотя не факт, но, наверное... Ну, нет, если бы я стал успешным ресторатором, то да, в Москве там и математика окупаемости совсем другая. То есть, естественно, там все это происходит намного быстрее. Он и рынок намного лучше, более открытый. Так почему же все это и тогда в Лондоне? В Лондоне, потому что, во-первых, хотелось себя попробовать на Западе и добиться настоящего успеха. А второй, Лондон, на самом деле, как выбор был простой. Ну, английский язык у меня хороший. Поэтому... И понятно быть, скажем, поехать во Францию, которая мне безумно нравится, я люблю время проводить. Мне нравится Париж, мне нравится юг Франции. Но поставить себя в условия, которые ты уже заведомо неравный, будучи человеком туда новым. Со вторым языком. И плюс, когда у тебя нету возможности общаться лично, да, там, на языке страны. Ну, это, мне кажется, малореальная ситуация. То есть, мало-мало кто сможет справиться с ней. Англия славится тем, что сервис здесь невысокий. Как ты добиваешься того, что у тебя... Вот Чичварка, на нашем интервью, на это ругался. Он считает, что хуже сервиса... Чичварки очень требовательный клиент. Есть такое, есть такое. Буя нет? А, нет. Нет, он, кстати, сказал, что твой ресторан, это один, так сказать, еще из самых хороших вариантов сервиса. А остальное, типа, там, ты что можешь сказать, действительно так-то совсем плохо? Нет, сервис, он не плохо. Для людей, которые живут здесь, он выглядит по-другому, воспринимается по-другому. Не забывай, что расходная часть здесь совсем другая. Зарплаты, уровень зарплаты совсем другой. То есть, я понимаю, что там можно людей мотивировать деньгами. Но базовая зарплата для Лондона это 18 тысяч фунтов. Это человеку, который моет полы. То есть, это самый низ. И дальше ты сам уже понимаешь, что там резко возрастает. 18 тысяч фунтов в год. И дальше понимаешь, что шкала резко возрастает. Плюс к этому нужно прибавить соцотчисления, пенсионные фонды соцстрахования, налог подоходный. Это очень серьезные цифры. То есть, там, налога, когда ты говоришь, допустим, на что деньги потрачены, так очень просто. У меня там стройка опоздала, когда мы открывались. И в ноябре, мы должны были открыться 1 ноября 2008 года. За две недели до кризиса, по плану, да? Открылись 1 декабря 2008 года, через две недели после того, как кризис так грянул по-настоящему здесь. Мы как раз с Голдман Саксом подписывались, сюда приходили. У меня и чистых, чистого убытка за ноябрь месяц, не открывшись, у меня было 425 тысяч фунтов. Чистого убытка. Рестораны, да? При том, что это маленький бизнес, это малый бизнес, это там нет серьезного размаха. Ну, все равно... Но ты не жалеешь, что ты все-таки в Лондон поехал и устроил для себя самого этот, как сказать, не геморрой? Геморрой – неправильное слово, а такое, ну, головоломку такую. Нет, ну ты знаешь, если бы не удалось, то, естественно, бы жалел. Ну, а как, Олег, это и деньги огромные, и силы, очень и время огромное потрачено. Не забывай, что это было 2 года стройки и подготовки, и 2 года назад мы открылись. То есть это 2 года, и это тоже беспрестанная работа. Но, опять же, у нас там сейчас, когда состояние рынка до сих пор в Англии очень сомнительное, у нас рост с предыдущим годом по сравнению 30-40%, и у нас рост по сравнению с декабрем 20-30%. То есть ресторан стабильно прибылен сейчас? Слушайте, он совсем недавно, да, то есть я честно скажу, в декабре 2010 года, это был первый прибыльный месяц у меня. А до этого даже брейки вен не был, даже в ноль мы не выходили ни разу. Вот вам разница в конкуренциях между Россией и Западом. Это жесткость конкуренции, да. Часто мне там пишут на ЖЖ или куда-то говорит, Олег, а вот что ты не откроешь там, в Западе не пойдешь? Потому что вот, таких как Леня, мало, бравых, по два года мучатся до Бракивина добираться. Теперь самое интересное, расскажи, что сейчас все думают. Откуда ты взял вот эти деньги, чтобы это все открыть? Предпринимательская деятельность. Рекламный бизнес был в России. В России, в России. Прежде чем Леонид сейчас расскажет, я еще предлагаю, все-таки у нас конвай есть некая передача, человек рассказывает про себя, ты все-таки начнешь там с Астрахани или уж не знаю, с Архангельска. С Архангельска, извини. Прежде чем Леонид сейчас расскажет свою историю до Лондона, ну такой, в пяти минутах. Ну даже в две могу уложить. В две, да. Я хочу подчеркнуть, что вы знаете, дорогие мои зрители, которые смотрят меня уже много-много лет, что я не последний был человек когда-то, сейчас я уже старый, но когда я был молодой, я был не последний человек на рынке маркетинга. То есть я что-то делал. Занимался маркетингом, рекламой. Было такое. Да, и всякими прочими смешными вещами. Сейчас я уже, конечно, старый, ушел из большого секса на тренерскую работу в основном. Но когда я был в маркетинге, мы, кстати, с Леонидом никогда не сработали. Или что-то сделали? Нет, нет. Никогда. Но Леонид, я сейчас вам совершенно... Терлим много, терлим много на эту тему. Это самый, я подчеркиваю, самый талантливый маркетолог и рекламщик, рекламист, который я встретил. То есть в России полно очень талантливых, умных ребят, мы их можем сейчас называть, все эти имена знаем. Я имею в виду с точки зрения построения рекламного бизнеса, креатива, технологий рекламных процессов и так далее. Я не говорю там оператор, снимать клипы рекламные и так далее. Но если говорить как процесс, как организацию процесса, Леонид это самый талантливый маркетолог и рекламщик, который я в своей жизни встретил. И в этом смысле для меня был определенный шок, когда у нас так в России, он чуть ли не единственный был, лучший, и он еще, мало того, что уехал, поменял полностью, уехал из России, еще поменял сферу. То есть мы потеряли, так сказать, в одном лице двух людей. Поэтому расскажи, как ты прошел, как ты продал свой рекламный бизнес на заработанные деньги, построив ресторан. Вот как это все было. Но я подчеркиваю, что вы смотрите на самого лучшего рекламиста России. Спасибо. С чего начинать-то? Все думают, что у нас лучший рекламист Биг Макбетов, но Биг Макбетов это лучший оператор, по сути. Режиссер. Режиссер. Гениальный режиссер. А ты креативщик. Да ты знаешь, нет, я на самом деле талантами-то не обладал. Я предприниматель. Я предприниматель. Я могу в рекламном агентстве, я могу делать все. Но я могу делать все очень хорошо, но не могу это сделать гениально. Но могу собрать людей, которые в состоянии будут это сделать лучше, чем я. Единственная область, в которой я по-настоящему силен самостоятельно, это стратегическое планирование. То есть там маркетинговое планирование, стратегия. Итак, ты родился? Город Архангельск. В каком году? В 67-м году. Давно это было. Как и я. Давно-давно это было. В семье моряков, рыбаков и полярников. Дальше? Потом было училище. Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Степанова Васильевича Макарова. Вы же ближе к нам. Да, да. Мы сближались. Вот Питер стал родным городом мне, наверное. Самый близкий город в России, которому я испытываю по-настоящему. Такие теплые чувства. Это Петербург. Мы все втроем в этом году. Потом была служба в армии. На Северном флоте. В Заполярье. Потом возвращение в Макаровку. Потом как раз в процессе этого села. Перестройка была в середине. А в Лондоне или где-то в Англии ты не жил с родителями? Да, да, да. Нет, но это тоже было. Это было... Кстати, у Леонида лучший английский язык из всех русских, которых я знаю. Это второй комплимент. Но это правда тоже. Ну, спасибо. Он никто не отличает, что он говорит по-русски. Все англичане удивляют, что он русский. Так а у тебя... В средней школе. У меня отец работал в то время в Северном морском пароходстве. И у Северного пароходства было... Представительство. Не представительство. Это было совместное предприятие Англо-Советское пароходное общество, у которого штаб-квартира находилась в Лондоне. Он работал три года. И ты в школу подходил, да? Тим директором. Нет, ну слушай, ты не забывай, какое-то время было. В школу я ходил, общаться с англичанами было нельзя. Да, да, да. Школа была при посольстве. Я понял. В школе учились только дети из Советского Союза плюс соцлагерь. Ну, у тебя все равно какое-то знание языка там базовое... Ты знаешь, базовое, что дало, наверное, все-таки там телевидение и окружение, среда, да? То есть там, хотя не было полноценного общения, но вот в раннем возрасте, в детском таком, когда ты, знаешь, там, восприимчив, этого оказалось достаточно, чтобы уже потом, на много лет спустя, когда в возрасте 20 с лишним лет, я поехал в Америку, и там я по-настоящему заговорил по-английски. Но при этом, да, 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 и заговорил легко, и заговорил качественно, да? При этом самое смешное, что все равно акцент в результате у меня получился английский больше, чем американский. Хотя можно считать, что я там бы учил. Поэтому вернулся в Макаровку после Северного флота, а уже, знаешь, как-то, как раз это перестройка происходила, да, то есть перестройка началась, когда я еще в армии был, и уже я подумал, что, знаешь, там, 6 лет, 7 лет в морской форме, ну, не моя эта тема, то есть я сам по себе, мало кто меня может представить. Ты плавал все или ходил? Ходил. Тебе не тошло? Нет, 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 я качку переношу очень легко и хорошо, вообще без проблем. Нет, мне на кораблях нравится, Олег, вот клянусь, могу, стучу себя по микрофону, правда, вот, на корабле, на грузовом могу сколько годов, так я даже, когда я маленький был, меня отец в рейсы отправлял, меня отец отправлял в рейсы на сухогрузах, когда мне было 12 лет, он меня отправлял на сухогрузе в рейс, в Каботаж, я ходил, мне супер нравится, палубы красил, я снял яхту, и на второй день я уже считал, где, когда я вернусь, вот это вот. Олег, Олег, это вот ваши рафинированные условия, яхты снимать, тебе надо на сухогруз, на сухогруз, не важно, на сухогруз тебя. А его не качает? Ну, там не другая качка, там другая качка. Лёнь, да, прости, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, Идёт, идёт к этому уже. Ну вот, и не было сил и желания уже заканчивать Макаровку, на самом деле высшего образования законченного я так и не имею, чем расстроил крайне своих родителей, крайне. Вот, ушёл из Макаровки, и в тот момент я уехал в Америку, это как раз стало возможным впервые, это откуда с границы. Уехал в Портленд, Мэйн, один из самых бедных штатов Америки, занял денег, учился в университете, летом отрабатывал, красил дома, отрабатывал, где деньги возвращал, занимался, ну, что можно было в следующий семестр проплатить, и отучился там два года, но тоже не закончил, и в тот момент столько всего происходило в России уже, ну, невозможно там было сидеть в деревне. Слушай, пытаюсь вспомнить, это, наверное, был 92-й, наверное, 93-й год, да. И я вернулся в Петербург, и пошёл работать в одну из первых совместных компаний. Бизнес-линг? БСЛ, Полти Коммуникашн Лимитед. Была такая компания, совместная, да, БСЛ, которая занималась телефонной связью международной. Когда я вернулся... Я помню, минута 15 долларов. Блин, какие 15 минуты, там она 50 долларов стоила, там были неимоверные деньги, но... Град отель Европы, и всё. Ты не забывай, что когда компания только открылась, я начал в ней работать. Ситуация была простая, что позвонить в Америку, нужно было заказать телефонный разговор на центральном телеграфе, за 2-3 дня, прийти в обусловленное время, и ждать со своим кветочком, когда по громкой связи... Я звонил в Сингапур с поставщиками... Кабинка номер 3, да? А потом стали BCL в Европу. BCL, когда у нас открылся офис, было смешно, я тебе расскажу, была простая тема, офис открылся, у нас был первый, там один из первых ксероксов в городе, на том, что совместное предприятие, это важно, что... Ксерокс есть. В ксероксе жили крысы, у нас стоял спутниковый телефон, мы могли позвонить в Лондон, и это был единственный телефон с прямой связью в Петербурге на тот момент, при этом... Супрегание было. Слушай, при этом у нас не было городского телефона, мы его получить не могли, мы в городе позвонить не могли, мы ходили в соседний дом, просить... А что делали крысы в Сингапуре? Они жили там, им же надо где-то жить. Что же здесь? Так, после BCL ты отработал сколько там? Ой, наверное, года два я отработал в BCL, ушел после этого как раз в маркетинг, в рекламу, в шведское агентство, сначала в Петербурге работал, у них занимаюсь планированием в Швеции, потом вернулся снова, но уже как бы в Петербург совсем ненадолго, ну и после этого стало очевидно, что весь бизнес на самом деле в Москве, если ты хочешь зарабатывать деньги, то деньги зарабатываются в Москве. И уже вернулся в Москву, и после переезда в Москву в 97-м году, опять же метко попал прямо перед кризисом, открыл собственное агентство, вложив в него все имевшиеся на то время деньги, еще заняв основателем всех других. Которая называлась? Пропаганда. Пропаганда, креативное агентство, и на тот момент оно было достаточно необычным, по той простой причине, что это не было агентством полного цикла, у него не было медийной составляющей, у него не было медиабаинга, у него не было размещения. Это агентство, которое делало исключительно стратегию и креатив. Вот, в принципе, вкратце история. Ну, а закончилось тем, что кризис мы пережили достаточно успешно, в 98-м году. В 99-м году мы объединились, точнее взяли под свое управление компанию Агилви, Агилви и Мейта, которая оказалась в достаточно сложной ситуации, впоследствии кризиса, и почувствовала себя несостоятельной на российском рынке при стандартном, при западном менеджменте. Это франшиза Агилви, да? Ну, слушай, нет, на тот момент у них было, на самом деле, агентство, которое принадлежало им на 100%, оно было под их собственным контролем и принадлежало под их управлением, но западный менеджмент, он прекрасен на рынках стабильных, и он несостоятельный, корпоративная система управления, она несостоятельна в кризисной ситуации. Соответственно, у них были огромные потери, у них были задолженности очень большие у компании, и они не видели из этого выхода, они не видели, когда же они начнут зарабатывать, наконец, и когда они начнут получать прибыль, при том, что эта компания, это акционерное общество, естественно, котировки на бирже, в результате того, что у них есть риски в странах, где вообще непонятная ситуация, непонятно наладится, были для них нежелательны, и они отдали компанию полностью мне под управление, это сделка с номинальной стоимостью была, и мы сделали компанию снова прибыльной в течение двух лет, и начали зарабатывать очень серьезные деньги, и в результате чего Агилви выкупила ее у меня. Сам Агилви? Да. Агилви это часть WPP? Да, это одно из трех. То есть у тебя рекламная компания выходит в течение двух лет? После двух лет. Нет, ну слушай, опять же, кризис, не забывайте. Плюс это была новая модель, опять тогда для России, то есть было преимущество, то что я, по крайней мере, был в родной среде, но это новый город. Расскажи, какие рекламные компании вы сделали? Ну так, то-то, 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 может наши зрители вспомнят какие-то. Слушай, на самом деле для меня вообще как в другой жизни было, ты будешь смеяться, я про рекламу не думал, наверное, ну лет пять, вообще даже не вспоминал. Я помню, Coca-Cola была у вас, там пару-тройку. Не, ну Coca-Cola, Unilever, Ford, на самом деле, там много было. Потом Ведомости вы запустили? Ведомости, да, запуск Ведомости был. Каждый олигарх может купить газету в Киевске. Нашу газету, да. Каждый олигарх может купить нашу газету в Киевске. Номер там на Березовском, по-моему, и так далее. Потом еще что-то у вас было там яркое. Ведомости, наверное, одна из самых любимых. Одна из самых любимых. Ведомости, про огурцы какие-то или что-то у вас там еще было известно? Ну, я пишу, что это у тебя лучше память. Что это было? У тебя лучше память на рекламу, чем у меня. И в каком году Огелви выкупила? Наверное, пять лет назад где-то. Четыре-пять лет назад как раз. Перед Лондоном? Ну, вот я начал уже приезжать в Лондон регулярно, когда я понял, что мне все-таки будет что-то интересно, я начал отслеживать рынок, пытался понять его лучше, пытался понять ситуацию. Огелви или WPP? Ну, Огелви принадлежит на 100% WPP. Да, на 100%. Нет, у них 100% владение, да. Лондонский офис выкупил? Или Нью-Йоркский, или Парижский какой-то? Ты знаешь, ввел переговоры лондонский офис, сейчас штаб-квартира европейская находится в Париже, ну, разделена, да, но все равно там один из самых больших офисов европейских в Лондоне. О, в Нас-Анджелезе они, да? Да, 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 у них очень красивое, красивое место, красивый дом. Да, я еще помню, там идешь все время, там террасы, террасы, да, замечательные, там отличный дом, да. А сделка за сколько была, ты рассказываешь, нет? Ну, в принципе, нет. Ну, в порядке исключения или нет? Миллионы какие-то? Миллионы, миллионы, да. Фунтов, стерлингов? Ну, долларов. Доллар в России, все, либо рубли, либо доллары. Там нет понятия евро, стерлинги, по крайней мере, в те времена не было, нет, только доллары. Грина? Поэтому там, на самом деле, это создало для меня сложности, потому что... Десятки миллионов, да, какие-то, или шутки все-таки? Ну, больше десяти миллионов, больше десяти миллионов была сделка. А сложность была простая, доллар упал уже очень сильно в то время. И когда я открывал ресторан, ну, когда я проплачивал строительство ресторана в Лондоне, у меня самая плохая моя покупка фунтов была по цене 2.06 сотых доллара за фунт. Как тебе? Ну, то есть, там, у меня всегда попадание в плане везения, да, у меня отсутствует. У меня всегда перед кризисом и всегда по курсу попали в самую худшую точку. Это был СОВЕРТ, делал постпродакшн, это другой какой-то бизнес? Это было... Или это часть? Это было с ТЭКО, нет, нет, это отдельная совсем вещь была. Это действительно с ТЭКО ФИЛИМС мы построили, наверное, на тот момент первые в России полностью цифровой постпродакшн. Привезли оборудование первыми, которые на тот момент не было. Вот как раз мы с тобой начинали говорить, когда ты говоришь, сколько раньше вещи стоили, как быстро дешевеет техника. Я помню, как сейчас, когда мы купили первый HDTV магнитофон, он писал еще на кассеты, писал, Олег, на кассеты. И мы его купили у компании СОНИ, и стоимость обычного видеомагнитофона кассетного HDTV была 125 тысяч долларов, видеомагнитофон, который через три года не стоил вообще ничего. Насколько быстрая техника дешевеет. Вот такие времена были, да. Нет, ну эта компания, она делала там турецкий гамбит, например, если ты помнишь, там такие вот вещи, спецэффекты, весь цифровой постпродакшн. То есть ты все это продал и в итоге, ну, по сути, сэмигрировал, так сказать, да? С семьей и так далее? Нет, ну что значит сэмигрировал? Открыть бизнес на Западе и не находиться здесь, ну это невозможно. Ну как? Как ты себе это представляешь? Естественно, нет. Сэмигрировать? Нужно жить, нужно жить здесь. Сколько времени ты находишься непосредственно в ресторане? В ресторане? Ну смотри, там, первый год, так же, как с рекламным агентством было. Первый год, это сто процентов времени, это семь дней в неделю, без выходных, там, с минимумом отпуска. Да, там, второй год, шесть дней в неделю, один выходной, минимум отпуска. Ну вот сейчас в этом году будет два выходных. Ну а, ну а, опять же, ты должен, во-первых, ты пойми, что я, там, ты учишься новому бизнесу. То есть любой человек, отработавший даже официантом в ресторане два года, на момент открытия этого ресторана, знал про ресторанный бизнес в Лондоне больше, чем я. Но не бывает сказки, ты не можешь стать настоящим ресторатором или состоятельным, как ресторатор, не имея настоящего опыта, не понимая этот бизнес изнутри. Как ты можешь им руководить, как ты можешь принимать решения, как ты можешь быть лучше, чем твои конкуренты, если ты даже не знаешь, что происходит внутри твоего бизнеса. А ты общаешься много, понятно, с утра до вечера с английскими партнерами, предпринимателями и много-много лет общался с русскими предпринимателями. В чем, кратко, основная разница между русскими предпринимателями, бизнесменами и английскими? Мне лично это интересно. Ну, разница основная в том, что очень мало на Западе собственников. Большинство, с кем ты общаешься, не являются владельцами и не являются, да, или представители даже не владельца, а владельцев и владельцев аморфных. Допустим, если это компания, которая акционерное общество, кто владельцев? То есть там владельцев как таковых нету. И не иметь возможности быстро решать вопросы на личном уровне, да, то есть когда встречаются два владельца, ну, под честное слово, когда, я не знаю, там много-много говорится, там, расист, там, законы, отсутствие, там, полноценной судебной системы. На самом деле нету ничего лучше и ничего замечательной возможности сесть за стол, переговоры с человеком, договориться, пожать руки и выйти, да, после переговоров с пониманием того, что вопрос закрыт и он решен. И вот это намного ценнее, то есть вся контрактная сторона, она существует только потому, и ты нужна только для того, да, чтобы закрыть вот этот вакуум, да, там, отсутствие собственника, как такового, который готов отвечать за решение принятое. Соответственно, любой, любой переговор, любой вопрос, даже достаточно простой, занимает, ну, да, не намного больше времени. То есть вещи, которые, казалось бы, да, то есть опять же, выйдя на главного человека в компании, в России ты мог бы закрыть моментально, потому что, ну, это очевидно. Это очевидные, обоюдовыгодные вещи. Здесь занимают месяцы, да, а иногда могут не решаться вообще. Интересно. Вроде как, при этом, ориентированная нация, да? А, капитализм, ну, вообще нет, то есть, ну, слушайте, да, если мы хотим говорить там про масштабные какие-то политические вещи, я считаю, что капитализм в данный момент присутствует в России при всех проблемах, которые присущи России и российскому обществу. В наиболее чистом своем выражении, нежели на Западе. И вы не забывайте, что основополагающая, вообще, ключевая позиция капитализма – это частная собственность. Частная собственность, почему? Потому что подразумевает, что собственник принимает решения, которые правильны и верны для бизнеса, надо долгосрочно, да? Теперь разделение, когда собственность размыта на сотни тысяч, иногда миллионы акций, которые разделены между акционерами, которые встречаются раз в году на общее собрание, а менеджмент, на самом деле, для менеджмента задача какая? Ну, получить бонус в этом году, а не через 10 лет сделать эту компанию самой лучшей в мире или самой успешной. То есть уже по-другому. Поэтому ТНК постоянно БП имеет во все места. Возможно. Потому что БП – это компания, которая принадлежит никому, а ТНК, которая принадлежит Виксельбергу, Фридману, Хану и так далее. Поэтому они их отымели везде, во все места уже. Для капитализма настоящего собственник, частный собственник – это очень-очень важный элемент. И зачастую он на Западе отсутствует. При этом, ну там, качество жизни – замечательный город, который сделан для того, чтобы наслаждаться жизнью. Ты можешь летом и зимой ходить пешком по красивым чистым улицам, где, в принципе, с февраля, точнее, да, с февраля и, наверное, до конца ноября цветут цветы в парке. Но на самом деле, в декабре они тоже есть, их там высаживают просто на клумбы. 10 месяцев в году они цветут сами по себе. Ну это замечательно, прекрасно, когда красивые чистые улицы, когда красивые дома. Когда ты можешь гулять. Цветы цветы. Да, когда ты можешь гулять. Поэтому качество жизни другое, плюс с точки зрения предпринимательской, у тебя, имея очень стабильную законодательную базу, у тебя акценты другие. Тебе не нужно париться про то, как ты будешь удерживать, когда твой бизнес станет успешным. Каким образом ты, а, не лишишься договора аренды, у тебя нет этих проблем. Каким образом ты вообще удержишь собственность компании. Вот этих вопросов, их просто не существует. То есть, несмотря на то, что не заработаешь мега деньги, ты не жалеешь. Нет. Зарабатывать я все равно буду хорошо. Это очевидно. Это очевидно по нынешней динамике ресторана. Во-вторых, я создал для себя работу, которая мне нравится, от которой я получаю удовольствие. Это ресторан такого же уровня, как я бы хотел иметь у себя дом. Это тоже редкая вещь. Мне не хотелось бизнес построить, допустим, там, естественно, было бы с точки зрения экономической. Намного лучше сделать немножко пониже, немножко попроще, все равно хорошего уровня, современным интерьером, но без каких-то мега амбиций. Кстати, как называется этот стиль? Ты знаешь, нет, стиль он вообще никак не называется, потому что здесь намешано очень много всего. Много элементов, заимствованные из арт-деко. Есть часть элементов из григорианского стиля. Есть часть элементов, которые в целом вообще присущи дизайну транспорта. Там, поезда, самолеты и лайнеры. Да, да, да. Поезд советского. Да, да, да. Да, но которые связаны с банком пространстве. Викторик, спросите. Понятно. То есть не жалеешь, а тогда... А ты бы хотел, чтобы жалел, Олег? Нет, я просто спросил. Тогда ты нас, наверное, русских предпринимателей жалеешь. И скажи нам... Ну, а что вас жалеть у вас? Так сказать, можешь в камеру обратиться напрямую. А можешь не в камеру, просто пофилософствовать. Что ты бы пожелал тогда нам, российским предпринимателям? Или что бы ты посоветовал и пожелал людям, которые до сих пор мучаются со всей страной? И вот нам, оставаясь там, на рубежах, так сказать... Ну, конечно, не мне, а молодежи. Что бы ты пожелал ребятам, которые сейчас смотрят? Вот Лондон, может дернуться, может поехать. Ну, понимаешь, да? Вот скажи что-нибудь людям. Не, ну, ты знаешь, честно говоря, то есть... Я думаю, что каждый должен выбирать свой путь. Если человеку хочется поставить себя на Западе, значит, надо делать это. Если человек чувствует в себе силы создать бизнес или пробитие дороги в России, то это замечательно. России нужны люди амбициозные, да? И на самом-то деле, если пожелать чего-то хочется, то она, наверное, связана не столько с бизнесом, сколько с какими-то более масштабными вещами. Хотелось бы, чтобы Россия стала страной мирового уровня. Это раз. При этом, что я вкладываю в это какой смысл? Чтобы она стала страной, которая все-таки на первое место ставит благосостояние своего населения. Не отдельно взятых людей, не отдельно взятых элементов, а в целом российского народа. Хотя это говорится везде и постоянно, но это отнюдь не стало действительно какой-то такой важной, ключевой задачей российской политики или бизнеса. На этой красивой ноте хочу тебя поблагодарить. Лень, спасибо тебе большое, что уделил в нашей программе внимание. Тебе успехов. Спасибо. Извиняюсь, что шампанское закончилось. Еще бутылочек из себя вылезет. Сейчас мы еще одну выпьем. Ребят, спасибо, до свидания. До свидания. Леонид, на мой взгляд, наравне с моим другим очень хорошим другом Андреем Рогачевым, является одним из самых умных людей, которых я встретил в своей жизни. На правах друга я могу здесь быть более открытым, потому что иногда говоришь резюме про других участников, они могут обижаться. Или это не очень правильно или приятно это сказать. В данном случае мне проще, потому что Леонид является очень моим большим другом. Леонид немного себе придумал эту историю, потому что с его талантом, с его пониманием рынка, я считаю, он один из самых талантливых, один из самых интересных маркетологов России, которых я встретил. Он бы мог построить, мне кажется, значительно большую карьеру и зарабатывать значительно больше денег, находясь в России. Даже при этом, живя в Лондоне, я думаю, вот эта его история с рестораном, а сейчас с ресторанами, это немножко придуманная история. Он сам себе придумал челлендж, это как вот хороший спортсмен, наверное, он берет себе, так сказать, какую-то планку ставит, которая труднодостижима изначально и пытается ее достичь. Конечно, легко быть первым парнем на деревне, трудно быть первым парнем в городе, если я могу так перефразировать. И похоже, у него, кстати, получается, но какими усилиями, какими средствами, зачем вам судить, правильно ли он делает, я свою точку зрения высказал. Я считаю, что жизнь достаточно коротка, и она всего лишь одна, к сожалению, нам не дано прожить еще ее один раз. И я бы, наверное, на его месте не брал такую планку, а взял бы более легкий, простой путь и просто бы зарабатывал бы деньги там, где понятно, как их зарабатывать. Спасибо, до свидания. Я думаю, вам очень интересно было посмотреть Леонида Шутова, предпринимателя, который работает в Лондоне. И я с ним общался не только в этой программе, но и довольно долго мы говорили, помимо нее в ресторане. И я вам скажу, что человек действительно увлечен своим делом, а увлечение – это то, что должно приводить к прибыли. Потому что только человек, занимающийся тем, что ему искренне нравится, делает это хорошо и поэтому должен зарабатывать деньги. Поэтому я пожелаю Лене выходить быстрее на прибыль. Спасибо.